Токи 6 хижи, токи 5.1 проход, хижи вход. Мыс Ярнаволок тут у меня есть. Мы готовимся, собираемся на выход из Аятевщины. Сейчас 9.30, 10 февраля 2023 года. Олег нас провожает. Песчаная, 32 километра. 32 километра до Песчаного отсюда по генеральному курсу, напрямую, да? У нас курс прямой. Практически, нам надо только островки же будет обогнуть. Вот это вот мы все собрали. Это уже более-менее компактно собрано. Вот санки у нас будут одни. С этим совсем нам надо взлететь. По три кайта, изотоники, ледобор для проверки дистанции. Ветер должен быть. В сторону Медвежегорска по маршруту предполагаемой токи 2023. Как выглядит экипировка кайтера, рация, телефон. К нему идет провод от пауэрбанков. Еще один пауэрбанк здесь. Там у меня еще есть рулетка для измерения толщины льда. То есть венцак. Это мешок, который спасает, если нет палатки. Это штатив, ледовые шильца для самоспасения. Крапеция, ледобор, лишь. Тема крепежа. Батарейки, фонарик, ну шлем, рюкзак. Там еще кайтерой. Третий поедет, Леша повезет на санках. Ботинки, скитур. Одежда, считаю, что более-менее правильная песка. Так выглядит экипировка. Немножко похоже мы на космонавтов. Куртка замшевая, три штуки. Да, на все это нужно. Магнитофон, два. Мы попьем чайку. Олег нас напоит, потому что мы свои должны термосы держать наполненными и будем выдвигаться. Ветер такой здесь переменчивый, провалами, но под берегом понятно ветровой тени. А так по прогнозу южных направлений до 15 метров в секунду. Вот Леша подергла санки, сказал прилично. Ну да, я верю охотно. Отходим от Аятевщины. Здесь лед нормальный. Все ровненько. Снегоходами набито. Дорога в сторону Кижей. По все стороны. Направо, налево. Снегоходные трассы идут. Снег плотный. Слежавшийся. Ветер есть. Леша расспрашивает местное население об особенностях местного льда. Легкий минус. Впереди красота. Церкви кирские уже видны. Но пока условия благоприятствуют. Короче, сюда нельзя. Там промоено. Да. И там надо проходить по бережку. Мне объяснили как. Пойдем на север. Да, на север. На север. Там сольемся. Там видно как. Хорошо. Обошли Кижи с севера. Все нормально. Вот северные оконечности подмыло. Но мы проехали по мыску. Благополучно. Вот сейчас контрольный замер толщины льда в районе острова Кижи. Где-то примерно километр от берега. 40 сантиметров. Наталья километра от Кижей. Проливы на входе в Кижскую бухту между островами. Значит, поверхность всегда нормальная. Снова снега сантиметров 4-5. Здесь лед плотный, однородный, монолитный, нерыхлый. Толщину по спамериям. 30 сантиметров. Остановились на траверзии Вороньево острова. Вот там где-то у нас сейчас слева. Лед везде нормальный. Торосов нет. Никаких неподвижек, ничего. Вот так вот это все выглядит. Белая безболния. Ветер спирит. Отъехали 9 километров. Вот такой вот лед. Ноги убиваются, потому что снег неоднородный и на свежем снегу лыжи тормозят. Поэтому нагрузка на ноги большая идет. Вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok